Приветствую вас, и, как я понял, ваши страхи, они были не всегда, а появились они только после годичного перерыва в отношениях, и до, скажем так, перерыва вас не беспокоили. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, ну, вот из вашего описания, по крайней мере, получается именно такая картина. Значит, что-то произошло у вас в прошлых отношениях, что-то вас, по-видимому, травмировало, что-то вас, по-видимому, впечатлило, вы, по-видимому, приняли какой-то опыт в прошлых отношениях, не совсем верный для вас, не совсем позитивный и полезный для вас. Вот, интерпретировали вы этот опыт себе в негатив, то есть, ну, посчитали, что это что-то плохое именно, ну, именно по отношению к вам, то есть, может быть, вы подумали, что из-за вас отношения прекратились, либо, там, что-то еще произошло, вот, короче, была некая, может быть, травма, была некая, некая травма, вот. И я бы сказал, я бы сказал, что именно травма, скорее всего, привела вас к этим самым страхам. Смотрите, у страха есть основная функция, да, страх защищает, но защищает страх слепо, и защищает, иногда он от того, чего мы сами, собственно говоря, хотим. Вот, да, вы, вот, например, вы, к примеру, хотите, допустим, выступить с партнером в интимную близость, но боитесь, к примеру. Страх от чего-то вас защищает, но он не позволяет вам делать то, что вы хотите. Это проявляется, кстати, не только в интимной жизни, это может проявляться и в других сферах жизни тоже, вот. Поэтому, поэтому, что важно здесь сказать? Важно, с одной стороны, правильно консолидировать прошлый опыт, который у вас был в отношениях. Важно подкорректировать само восприятие интимных отношений, вот. Ибо страха вдруг не получится, и так далее, возникает, как правило, тогда, когда человек ориентируется не на себя, а на партнера. То есть вы в интимных отношениях занимаете позицию именно направленности на партнера, не на себя. Вот. То есть удовольствие вы стремитесь заставить партнеру, а не себе. Именно партнеру, вероятно, вы пытаетесь доказать, что, ну вот, я такой, я мужик, я могу, там, я состоятельный, у меня всё-всё-всё хорошо и так далее. Вот. И это ключевая ошибка, которая присутствует у всех, по сути дела, людей, значит, имеющих трудности, как у вас. То есть это не возможность и не ориентированность на собственное удовольствие. Ну и некое, скажем так, негативное и искажённое отношение к интимным отношениям в принципе. Следующее, значит, ну это тревожность и неуверенность в себе, как правило. А тревожность и неуверенность в себе связано, точнее не связано с сексом совершенно. То есть именно к сексу отношения это вообще не имеет. Неверенность в себе это скорее, ну это скорее такая общая характеристика вас в целом. То есть именно в целом вы не уверены в себе. Именно в целом вы имеете определённые проблемы. Именно в целом вы не чувствуете себя в должной степени, к примеру, значимым, важным, там, ценным и так далее. Именно вы, к примеру, ну недостаточно, к примеру, да, недостаточно реализуетесь, вот. Недостаточно реализуетесь, допустим, в своей жизни, к примеру и так далее. И очень часто отношение, точнее сексуальное поведение, очень часто сексуальное поведение, оно меняется в корне, когда человек корректирует свою, ну, профессиональную личностную деятельность. Вот можно так, так это сказать, можно так это назвать. Вот. То есть, если вы успешны, если вы уверены в себе, если вы занимаетесь любимым делом, если вы чувствуете, если вы овладеваете какой-то профессией на максимальном для себя уровне, да, то есть, ну, максимально возможном для себя уровне, вот. То, как правило, и в постели все здесь становится нормально и хорошо. Ну, конечно, отдельную важную роль играет то, как вы ставите себя с партнером. Я уже говорил о том, что часто встречается достаточно искаженное представление, искаженное отношение к сексу в целом. То есть, секс воспринимается как что-то, вот знаете, ну, либо что-то совсем отдельное, вообще, от отношений. Такое часто бывает у мужчин, ну, чаще бывает у мужчин, чем у женщин. Либо секс воспринимается исключительно как средство для, к примеру, демонстрации партнеру, что вот я такой хороший и так далее, так далее, так далее. Либо для того, чтобы доставлять партнеру удовольствие. Заметьте, не себе, а партнеру. То есть, это тоже очень важная история. Это тоже очень важный момент. Вот. Я стараюсь доставить удовольствие не себе, а партнеру. И в этом, в этом кроется моя постоянная нервозность. Я боюсь, что не доставлю удовольствие партнеру, а про себя забываю, и, соответственно, возникает такая история. Неуверенность в себе и, как следствие, необходимость корректировки успешности и реализации существенно влияет на мотивацию к сексу, на мотивацию к успешному сексу, на мотивацию к тому, чтобы показать себя в сексе на высоте. Далее. Очень важно, как вы подходите к этому, насколько вы, например, доверяете своему партнеру, насколько у вас хорошие, чувственные, доверительные, искренние отношения, вот, и так далее. На мой взгляд, на мой взгляд, именно проблемы в интимной сфере, в том числе, связаны и с тем, как мы репрезентуем себя по партнеру. То есть, что, грубо говоря, это значит? Репрезентация себя партнеру. Ну, к примеру, значит, вот вы пишете, что у меня возникают мысли, да, а вдруг не получится. Понятно, что у этих мыслей, скорее всего, есть своя история, и понятно, что эти мысли имеют свою причину, скорее всего. Вот. И, собственно говоря, понятно, что пришли они к вам совсем не просто так, это понятно, но если они к вам все-таки пришли, эти мысли, о них нужно как минимум рассказать своему партнеру, чтобы знал. Люди сейчас предпочитают это скрывать, предпочитают это скрывать, не говорить, а потом, соответственно, когда возникает неудача, они этого стыдятся, и, соответственно, делают какие-то шаги назад, отдаляются там что-то, ну, что-то еще, 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 еще. Вот. По итогу ничего хорошего из этого все равно не получается. Вот. Поэтому искренность, доверие, разговоры в сексе, неторопливость, исследование друг друга, исследование именно друг друга в интимном плане, а не преследование с целью там, допустим, именно совершить половой акт. Потому что, ну, вполне вероятно, да, что если вы, допустим, неуверенный в себе человек, или если вы тревожный человек, то вам нужно время, там, к примеру, для того, чтобы как-то вот, ну, для того, чтобы, допустим, привыкнуть к человеку, привыкнуть к человеку. Ну, вот. А в том числе, в том числе, привыкнуть и сексуально, в том числе. Вот. Понимаете? то есть история здесь, она, на мой взгляд, вот такая. Вот такая. И, значит, как вы уже, наверное, поняли, да, причин у неудач в сексе довольно много. Это может, это может, это одна причина. Вот именно, ну, как бы, хорошая новость в том, что причина одна. Вот. А плохая новость заключается в том, что причина, причина может быть где угодно, это необязательно именно вот сама ваша такая вот неуверенность в мультивной сфере. Вот. И иногда для того, чтобы отыскать, да, нужно, нужно, значит, собственно, серьезно углубиться в исследование вашего жизненного пути, личности и так далее. Но хорошая новость также состоит еще и в том, что от того, какие чувства вы испытываете непосредственно допустим, в постели, вот, от того, какие у вас возникают призывания, можно отбалкиваться при исследовании, вот, собственно, вашей проблематике, при исследовании вашей проблемы. Вот. Поэтому я рекомендую вам ага, значит, ничего не побаривать, абсолютно ничего не побаривать, потому что любое побаривание это является суть, любое побаривание суть подавления, вот, подавлению нет и не может быть ничего хорошего, вот, и вместе с тем, вместе с тем, подавление это свидетельство того, что вы вообще, вообще склонны какие-то свои чувства подавлять. Если так, то вот вам одна из причин, почему у вас ничего не получается. Понимаете? Я бы рекомендовал вам еще обратить внимание на то, как вы относитесь к себе, вот, как вы относитесь именно к себе, любите ли вы себя, понимаете ли вы себя, оцените ли вы себя, и так далее. Прям еще, если нет, то это тоже может служить препятствием к успешному поведению вообще. Вот. На этом все. Понимаю, что мой ответ получился достаточно общим, достаточно неконкретным, вот. Ну и ваш вопрос тоже достаточно общий, достаточно неконкретный, потому что если бы вы хотя бы рассказали, почему ваши отношения предыдущие завершились, если бы рассказали побольше о своих текущих отношениях, вот, то, соответственно, можно было бы дать более точные рекомендации, но так или иначе, поскольку тема достаточно интимная, да, в прямом, в прямом смысле слова, вот, что лучше, конечно, все-таки разбираться индивидуально, да, и ни в коем случае не в формате ответ, вопрос-ответ, который вы выбрали. вот, потому что при таком формате вы получите большое количество ответов, ну, как минимум, да, вот, больше одного-двух, и вряд ли это добавит вам какой-то уверенности в себе, вряд ли вы станете более в себе уверены, вот, скорее всего, наоборот, потому что, ну, как правило, вот если человек приходит именно за большим-большим количеством ответов, да, то, как правило, история здесь такова, что у него уже есть свой ответ у него не есть, свой вариант решения, и человек хочет просто подтвердить свою какую-то позицию, подтвердить свою какую-то свое решение, вот, но это ни к чему хорошему не приводит. Опять же, потому что проблема, если она есть, она, скорее всего, есть, а проблема кроется в том, что вы не отознаете, то это безознательно, безознательно. Вот, и задача психолога для начала определить, для начала направить, обратить ваше внимание на этот, на пабаспект, который вы сейчас не видите, не слышите всего ряда причин. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, а я желаю вам всего самого доброго, и удачи.